Вопрос тем, кто вырос в очень богатых семьях. Что казалось вам нормальным, пока вы не узнали, что это не так? Я думал, что все люди могут довольно часто обедать с президентом. Мне всегда казалось, что президент постоянно приглашает на обед какую-либо семью, выбранную случайным образом. Я узнал, что это не так, только когда начал ходить в обычную школу, до 9 лет я учился дома, где никто не верил моим сказкам об обеде с президентом. Изменено, мой папа был послом Кении в Саудовской Аравии. Честно говоря, это были мелочи. Я, конечно, знала, что наши машины дороже, что наш дом больше, что мы чаще путешествуем и т.п. Но я думала, что во всех домах стоят холодильники с деревянными дверцами. У нас были встроенные холодильник и морозильник сабзера. Когда я впервые увидела металлический холодильник, то очень удивилась, но еще больше удивилась, когда поняла, что холодильник и морозильник совмещены в одном корпусе. Но тут же мне стало завидно, потому что на дверце таких холодильников можно вешать магнитики. Я также думала, что у всех в домах есть встроенные пылесосы, когда можно подмести грязь в маленькое отверстие под шкафами у пола и мусор всасывается туда. У нас были такие маленькие дырочки повсюду, в каждой комнате. Может, этот пример покажется вам странным, но в нашем доме всегда была только дорогая посуда. Фарфор, стеклянная посуда марки Waterford и т.п. Поэтому я думал, что во всех домах такая же посуда, потому что у нас другой не водилось. Однажды я обедал в доме друга, и мы ели из цветных пластиковых тарелок и пили из пластиковых стаканчиков разной формы и расцветки. Я решил, что это очень странно и спросил, почему мы едим из походной посуды. Моя семья не была богатой, но у меня есть очень состоятельный дядя. Однажды моя не настолько богатая тетя жаловалась на проблемы с машиной. Мой двоюродный брат, сын богатого дяди, услышал это и сильно удивился. Он спросил у тети, а почему ты просто не избавишься от нее и не купишь новую? Ему тогда было лет 13, и он понятия не имел, что у некоторых людей не так много денег, как у них. Поэтому он не понимал, почему нельзя просто купить что-то новое, если старая перестала работать как следует. Похищение. Мы всегда путешествовали только с телохранителями. Меня с детства учили, как действовать, если это произойдет со мной. У нас была даже страховка от похищения. Когда я начал встречаться с девушкой из пригорода, которая принадлежала к среднему классу, она сочла меня параноиком, но меня так воспитали. Когда мне было около 20 лет, я начал работать в доме очень богатой семьи. Не миллиардеры, но близко. Провел у них несколько лет. У них было двое детей школьного возраста, которых я водил в школу по утрам. Старший, лет семь или восемь в то время, очень удивился, когда узнал, что у меня нет загородного дома, в котором можно отдыхать во время выходных и отпуска. Я всегда думала, что у всех людей по два жилья, и была в шоке, когда узнала, что у большинства людей нет второго дома, и они вынуждены проводить летние каникулы в городе. Мне до сих пор неудобно, что я сказал кое-что, когда мы с другом гостили в доме его брата в горах. Интернет там был медленнее черепахи, и связь часто сбоила. У меня не было с собой машины, так как меня привез друг. Это произошло очень давно, когда мой мобильный телефон представлял из себя типичный для того времени кирпич Нокио. То есть мобильного интернета не было. Я. Вы не могли бы одолжить мне завтра машину? Мне нужен интернет, было бы неплохо сгонять в город. Друг. Ну, мой брат каждый день уезжает на работу на своей машине, а я собирался поехать на свои на то мероприятия, о котором мы говорили. Я. Все в порядке. Ничего, если я просто воспользуюсь второй его машиной. Неловкая пауза, а затем, друг. У него лишь одна машина. В детстве я думал, что в многоэтажных домах живут только студенты. Не знал, что там живут и семьи с детьми. Первое. Я думал, что в каждой семье есть прислуга. У нас были шеф-повар, садовник, шофер, две няни, разнорабочий посыльный. Отвечал за исправность всего в доме, забирал химчистку, покупал продукты, мыл собак, чинил и ремонтировал. И две горничные. Они работали полный рабочий день, и некоторые из них жили с нами. У нас также было немало сотрудников, занятых неполный рабочий день. Когда я поступил в колледж, что был потрясен тем, что все могут сами о себе позаботиться, когда я едва умел завязывать шнурки на своих ботинках. Второе. В частной школе, где я учился, было много детей тех, кого журнал Forbes часто включал в число 500 самых богатых людей. Если школа нуждалась в чем-то, у кого-либо обязательно находились родственники или друзья с нужными связями. Я думал, что у всех так. Третье. Деньги никогда не были на первом месте. Никто ни у кого не спрашивал о цене купленной вещи. Если кому-то что-то было нужно, мы просто покупали это. Опять же, я понял, что не у всех так, только когда начал общаться с простыми людьми в колледже. Четвертое. Особые отношения. Где бы я ни был, с моими родителями или с друзьями и их родителями, мы всегда могли рассчитывать на особые отношения. Однажды Джон Траволта рассказал смешную историю о своей дочери. Им пришлось лететь коммерческим рейсом, и она была так шокирована, что спросила, «Папа, кто все эти люди и как они попали на наш самолет?» Она думала, что у всех есть собственные Боинги 757. Мы были бедными, как церковные мыши, но моя мама работала и до сих пор работает в очень дорогой частной школе. И лишь по этой причине нам с братом позволили там учиться. Все ученики были детьми богачей, сами понимаете, а мы росли в неполной семье только с мамой. Мы тогда только переехали из другого города и поселились в трейлерном парке, расположенном в жопе мира, где аренда жилья была очень дешевой. Порой мы не знали, когда в следующий раз можем нормально поесть. Однажды во время ланча одноклассник заметил, что у меня с собой только сэндвич с арахисовым маслом и крошечный пакетик с кренделями. Он сказал, «Ничего себе, ты совсем не голодный?» Мне тогда было всего 6 лет, и я понятия не имел, что не все семьи живут как мы, поэтому я откровенно сказал ему, «Это вся еда, что у нас есть?» Он понял лишь после того, как я повторил это еще два раза. Одноклассник робко предложил мне взять немного его еды, и благодаря его апельсину и пакетику чипсов у нас завязалась дружба, которая длится уже 20 лет. До 9 класса я думал, что бутылка вина за 100 долларов – это дешево, потому что дорогие бутылки стоят по несколько тысяч. В конце года мы решили купить в подарок учителю, который собирался на пенсию, бутылку вина, и он сказал, «Только не покупайте бутылку за 100 долларов». Я пошутил над этой его фразой и выставил себя дураком. Мой сосед по общежитию в колледже всегда заказывал доставку еды из ресторана. Он так часто это делал, что ему привозили еду в алюминиевых подносах с нагревателем, а курьер не уходил сразу, а оставался, подавал еду и прибирался после ужина. Лишь через пару месяцев мы поняли, что сосед не видел в этом ничего необычного и не понимал причины нашего удивления. Он видел в этом лишь небольшое потакание прихоти, но не безумное расточительство. Пока я однажды не спросил у курьера, Кевина, обслуживает ли он таким же образом кого-либо еще в нашем городе. Хм, больше никого. Мой сосед был в шоке. Последствия были еще более интересными. Это был лишь первый шаг в столкновении с реальностью, которая настигла его в колледже. Он с детства привык к еде из ресторана, личным водителям, огромным гардеробам и теперь почувствовал себя обманутым. Ведь так жили его родители, так жили его друзья. Он не знал никого, кто жил иначе. Трудно представить это, но он решил, что вся его жизнь была сплошным обманом и что он был глупцом, раз верил в это. И он круто поменял свою жизнь. Отказался от материальной поддержки родителей, устроился на работу, у него появились серьезные проблемы с деньгами. Честно говоря, он даже надоел мне со своими жалобами на безденежье. Но он еще только учится, поэтому я решил быть терпимее. Меня даже восхищает то, как он взял свою жизнь в свои руки. У меня никогда не было особой симпатии к богатым, но он выбрал трудный путь развития, за что я очень уважаю его. В прошлом году мой восьмилетний сын пришел со школы и рассказал мне, что не у всех его одноклассников есть свой теннисный корт. Более того, теннисный корт есть только у него. Его шокировало, что другие дети играют на улице, а не на собственных теннисных кортах. Я выросла в очень бедной семье и сама была очень бедна, когда познакомилась с моим мужем. Он вырос в семье, относящейся к верхним слоям среднего класса, где у всех есть деньги на колледж и на покупку всего, что они хотят. Мой муж никогда не был безработным и не понимает, как кто-то может быть безработным. Мне приходится напоминать ему, что когда мы познакомились, я тоже была безработной. Да, но у тебя не было работы из-за проблем в жизни, вот и все. Ага, дорогой, все так просто. Никогда не понимал, почему люди жалуются на предполетный досмотр. У нас никогда не было своего самолета, но мы постоянно летали на отдых с друзьями, у которых он был. То есть мы могли просто приехать в аэропорт и запрыгнуть на самолет. Даже если мы летели коммерческим рейсом, сотрудники управления транспортной безопасности очень быстро проверяли наш багаж и проводили на самолет через VIP-зону. Я никогда не понимал, почему люди говорят, что им нужно приехать в аэропорт за два часа до времени вылета. Я не выросла в очень богатой семье, но училась в престижной частной школе с 9 по 12 класс, получив грант на обучение. Там было очень много учеников, которые даже не понимали, насколько они богаты. Помню, как одна девушка жаловалась на то, что ее родители хотели купить третий дом во Флориде, который был на миллион долларов дешевле того, где они жили большую часть времени. Он стоил около 4-6 миллионов. Я видела столько случаев, подтверждающих, что мои богатые одноклассники не понимали того, насколько они богаты. Это было так грустно. Постоянные поездки на частных вертолетах, на отдых в отдаленных местах, аренда круизных лайнеров, дорогая еда, возможно, сделать все, что нам захочется. Я не понимал, что так живут далеко не все, пока не повез свою девушку отдыхать в Канаду после окончания школы. Вертолет повез нас в дом в горах, куда невозможно попасть иначе, и моя девушка сказала что-то типа «Что за п***ц?» Надо сказать, на отдыхе мы никогда не экономили. Мою семью нельзя назвать неприлично богатой, но мои мама и отчим все равно очень состоятельны. У меня много друзей с трастовыми фондами, чьи родители владеют домами по всей планете. Такие семьи я считаю неприлично богатыми, но мы не настолько богаты. Они платят 60 тысяч долларов в год за обучение моей младшей сестры в частной школе, где учат только с 1 по 6 класс. Это чтобы вы поняли, какой у них примерно доход. Мама часто рассказывает мне о случае, который произошел, когда мне было 5 лет и я пошла в гости к подруге. Я вернулась домой шокированной и расстроенной по поводу того, какой маленький дом у родителей моей подруги. У них было всего 3 спальни и 2 ванны. Прежде я не знала, что люди могут жить в таких небольших домах, и это потрясло мой пятилетний мозг. Кроме того, моя подруга делила комнату с одной из своих сестер, а я прежде не встречала детей, у которых не было собственной комнаты. Я очень надеюсь, что не сказала подруге ничего обидного, но ничего не помню. То, что не все семьи инвестируют свои деньги на покупку 100 и более объектов недвижимости. Мы жили довольно экономно, поэтому я думала, что все семьи среднего класса вкладывают в недвижимость, поэтому у них остается меньше денег на жизнь. Моя мама очень увлекалась модой, поэтому я с детства привыкла каждый сезон избавляться от старой одежды и покупать новую. Я узнала, что это ненормально только в средних или старших классах, когда подруги упоминали, что носили одну и ту же одежду по несколько лет. Тяжело избавиться от старых привычек, но сейчас я гораздо реже занимаюсь шопингом. Хорошо, что мы хотя бы отдавали старую одежду на благотворительность. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые супер интересные обсуждения. Ну а пока предлагаем посмотреть другие наши видео. Субтитры сделал DimaTorzok